Люди из многих стран, которые не в Евросоюзе, ринулись туда для того, чтобы получить туризм. Условия такие. Надо купить недвижимость на 500 тысяч евро. Не меньше. 499,9 не подойдет. Ровно 500 тысяч. И вы можете претендовать на эту визу. Пластиковая карта на вид такая же, как паспорт Испании практически один в один. Только вы не имеете права с этой проластиковой картой голосовать. Александр, добрый день. Мы с вами поговорили в другом нашем видео о белой визе. И затронули такую тему, как золотая виза. Хотелось бы более подробно понять, кому это, зачем, что она дает. Это виза инвестора, так называемая. Закон вышел в 2013 году для того, чтобы экономика Испании вышла из кризиса. И это очень сильно помогло людям из многих стран, которые не в Евросоюзе, ринулись туда для того, чтобы получить эту резиденцию. Во-первых, это резиденция европейская, общеевропейская, в частности, испанская. Условия такие. Надо купить недвижимость на 500 тысяч евро. Не меньше. 499,9 не подойдет. Ровно 500 тысяч. И вы можете претендовать на эту визу. Виза инвестора подразумевает о том, что человек инвестирует в испанскую недвижимость. Недвижимость на 500 тысяч или же в испанские ценные бумаги на 2 миллиона и получает длитное жительство. А, то есть альтернатива может быть ценой бумаги. Альтернатива есть, да. Если вы хотите с недвижимостью возиться, пожалуйста, можете купить испанские долги и вопрос закрыт. Но на самом деле чаще всего используют, конечно, недвижимость, потому что недвижимость можно жить самому, можно сдавать в аренду и все что угодно. Причем большой плюс, в отличие от других видов нажительства, которые есть в Евросоюзе, это вид нажительства не обязывает вас находиться на территории страны больше 180 дней в году. Не обязывает. Вы можете находиться там хотя бы один день, этого достаточно, чтобы вам на следующий год продлили. Есть возможность сейчас, новые законы выходят, постоянно ее улучшают и улучшают. Есть возможность сейчас, приехав купить, мы так сделали буквально последних, наверное, 3 золотых визы. Человек приезжал туда, мы его сразу предупреждали о том, что вы хотите золотую, да, я хочу золотую. Мы его предупреждали, чтобы он приезжал на месяц. Мы делали сделку, куплю-продажу, происходило, он оставался на месяц, в этот момент мы подавали документы. Тут же в Испании получали эту визу D, но сразу на 2 года и сразу с правом на работу, это большой плюс, нежели здесь, допустим, в Москве. И он уезжал отсюда уже с пластиковой картой, видом нажительства. Пластиковая карта на вид такая же, как паспорт Испании практически один в один, только вы не имеете права с этой пластиковой картой голосовать. Ну, нам это и не надо, нам это не интересно, и испанцы тоже в политике особо не участвуют. Поэтому это большой, огромный плюс в этом документе. Еще есть новое правило, раньше надо было покупать единоразово на 500 тысяч. Сейчас закон разрешает покупать недвижимость, которую вы купили, например, в 2014 году, в 2015 году. А то сумма считается? Да, но главное не позднее 2013 года, не ранее тогда, когда вышел закон. И эту сумму можно добавить, если у вас две квартиры на сумму 350, вам надо купить на 150 тысяч евро недвижимость, и вы получаете ответ на жительство. Элементарно, мы тоже так уже делали. Количество объектов, которые составляют эту сумму, как-то ограничено? Не ограничено, даже можно купить просто землю. Это тоже недвижимость. Что мне это дает, помимо всего прочего, то, что дает белая виза? Что мне дает золотая? Дает право нахождения. Вы не являетесь в этот момент налоговым резидентом Испании, а вот при белой резиденте вы становитесь налоговым резидентом Испании. Вы обязаны будете потом зарегистрироваться как налоговым резидентом. При этой нет. Соответственно, ваши доходы, находящиеся в России, никак Испанское государство не имеет право востребовать разницу между налогами и оплатить. Это тоже большой плюс. Вот в чем принципиальная разница и почему она называется инвесторская. Какие-то еще особенности, в том числе юридические присутствуют? Как мне по шагам эту историю оформить? По шагам очень просто. Покупается недвижимость, обращается к юристу. У меня один клиент, московский юрист, он сказал, «Александр, хочу проэкспериментировать и сам оформлю эту золотую визу». И он зашел в интернет, прочитал сначала все на русском языке, потом зашел в интернет в этой программы, занес все свои данные в эту систему, ему вышло подтверждение, что да, и он потом пошел получил эту визу сам самостоятельно. На самом деле это не так сложно, но надо разбираться в языках, надо разбираться в юриспруденции и понимать то, что ты делаешь. Обычно я рекомендую сделать это с юристом в Испании, на территории Испании, потому что это, во-первых, стоит недорого, где-то в районе от 1000 до 1500 на человека можно оформить этот документ. И если это семья, то, конечно, если мы делаем на семью из трех человек, ну допустим, семья. А, кстати, по поводу семьи хочу сказать, очень большой плюс, сейчас новый закон еще вышел дополнительным, каждый год что-то обновляется от этой золотой визы, ее упрощают и делают более доступной. Теперь можно не только семья, что такое семья? Семья муж, жена и несовершеннолетние дети. Теперь внесли в закон изменения о том, что может теперь быть и совершеннолетние дети, которые зависят от вас финансово. То есть, допустим, у меня есть сын 23 года, который живет или со мной в моем доме, или живет отдельно, но я ему каждый месяц перечисляю деньги на жилье, на питание, то есть я его содержу. И тогда он тоже попадает под эту резиденцию, может со мной принимать это участие в получении. Это большой плюс сейчас, потому что многие богатые люди в возрасте, они имеют уже взрослых детей, им хочется тоже, чтобы дети имели эти права, право на проживание, возможно, право на работу. А зачастую они для себя делают без права на работу, а детям делают право на работу. Будущее в Европе, потом имеешь право на работу, можешь работать где хочешь на территории спальни, это большой плюс. А разграничения какие-то между, условно говоря, собственником, который купил вот на эти 500 тысяч, его членами семьи есть или все получают? Все абсолютно получают. И она одинаковая для себя? Одинаковая, абсолютно. Как здорово. Но только единственное ограничение, это не какие-то дальние родственники, это вот муж, жена и… Члены семьи. Не более того, да. Родителей можно взять, если они тоже зависят от вас материально. А там есть какое-то отличие, вот как раз с правом на работу, давайте определимся, чтобы более подробно. Да. Вы сказали, что можно с правом, можно без права. Это ваше право. То есть это просто на выбор? Да. Это ваше право. Тем более, если вы подаете здесь и говорите, мне право на работу не надо, они вам дают визу. Визу D без права на работу, пожалуйста. А почему вы называете визу D? Это как вам собственное название? Потому что это вход, чтобы войти в эту резиденцию, надо получить сначала первую здесь, в Москве у вас, например, визу D, где будет написано 365 на 365. Потом приехать в Испанию, обратиться в полицию, у вас возьмут ваши отпечатки пальцев и в течение месяца вы получите пластиковую карту. Поменять эту визу на карточку, вид на жительство. Но, если мы говорим просто о визе инвестора, то у вас будет просто вклеена виза, не будет карточки. Если вы не хотите эту карту получать, вид на жительство, вы можете просто с этой визой ездить и все это достаточно. Это просто будет в паспорте? Да. И это делается там условно в посольстве, да? Да, да, вот здесь. Ну, 99% все сразу приезжают, получают эту карту, которую потом можно продлевать, уже не приезжая сюда, потому что вам придется приезжать сюда. И менять ее, продлевать эту визу. А так, пожалуйста. А сколько вот период действия этой карты? Один год, первый, два, два и пять. 10 лет. Общей сумме 10 лет. Но если есть маленькая выгода визы инвестора, когда вы делаете вид на жительство с правом на работу на два года сразу на стороне, как я вначале говорил, на месяц остаетесь, то вы можете получить сразу на два и следующий можем продлевать уже на пять. Мы минуем этот этап, сокращаем. Но в любом случае вы должны прожить 10 лет на территории Испании, чтобы получить паспорт легально. А, то есть вот эта история потом приводит вообще к паспорту гражданству. Да, и многие наши клиенты, которые это сделали, давно-давно проживали по обычной резиденции, а потом, когда вступил в силу этот закон, они докупили недвижимость, продлились уже как инвесторы и получили паспорт. То есть это получается вот такая некая четырехступенчатая история. То есть сначала у нас просто виза, ну там, не знаю, туристическая она как называется, потом у нас белый вариант, это если у тебя есть деньги, средства, чтобы ты там как-то существовал, но при этом не был резидентом. Да, я правильно понимаю? И следующая история вот этой инвесторской, если у тебя есть вот так или иначе совокупно 500 тысяч. И следующую уже получается вот гражданство, которое является как бы следствием этой золотой визы. Ну вот из опыта и аналитики я спрашиваю у многих людей, которые живут уже в Испании 12-15 лет, говорят, ты паспорт уже получил, а он имеет право через 10 лет получать паспорт в любой человеке. Только единственный мой друг, с которым мы в армии вместе служили, мы случайно встретились там, он единственный из моих общих знакомых, который получил испанский паспорт на себя и на всю свою семью. Все остальные глядят, мне не надо, я в 18 лет живу по резиденции, мне нормально. То есть никаких особо не стремятся к паспорту, потому что он по этой резиденции будет таким же пенсионером, как испанец, все то же самое, он работает, я работаю, я буду таким же пенсионером, как и любой испанец. Никаких ущемлений прав моих не будет. За исключением политики, я так понимаю. Если ты хочешь политики, то, пожалуйста, вообще просто. И не могу работать в таких полициях, в органах, не могу там я работать, я иностранец. Супер, какие-то еще нюансы есть? Резюме нашего разговора, когда мы выбираем по какой резиденции мы будем заходить в Испанию, Клен говорит, я хочу купить недвижимость в Испании. В начале нашего разговора тоже мы говорили. Я всегда спрошу цель вашей покупки, нужна ли она вам вообще? Надо ли вам тратить такие большие деньги? Может вам и не надо 500 тысяч тратить? И часто такие случаи, кстати, бывали. Этот нюанс немаловажный. Клен приезжает, говорит, я прослышал в интернете, почитал, в ютубе посмотрел, мне надо потратить 500 тысяч, чтобы я хочу, чтобы мои дети учились в Испании. И жена жила там, а я буду приезжать, говорю, вам не надо это? Почему? Я говорю, вот смотрите, вот ролик я вам присылаю. Я говорю, нет, нет. Вам достаточно купить за 100, за 200 тысяч квартиру или дом. Живите, пожалуйста, мы вам сделаем резиденцию. Вам работать не надо? Нет. Все. Я думаю, сейчас кто-то наверняка спросит, а сколько стоят ваши услуги? Я назвал, от 1000 до 1500 стоимость услуг на оформлении резиденции. Все. Все. 20 секунд о нас. В сети М2ТВ в этом году входит 5 каналов. Сейчас вы смотрите наш основной канал. Но есть еще каналы для профессионалов рынка, люди недвижимости, а также каналы о бизнесе девелоперов, бизнес в каске, коммерческой и зарубежной недвижимости. Ссылки на все наши каналы вы найдете в описании. Приятного просмотра. Это включают юридические и юристы. И то, это не мы делаем. У нас есть отдельный юрист, который отдает номер телефона, русскоязычный, человек напрямую, без посредников. Собирается с ним, показывает свои документы. Юрист говорит, да, у вас три человека, не четыре с половиной. Мы с вами договоримся, за 2 800 у вас простые документы, и не надо ничего дополнительно делать. Все зависит от документа, от ваших доходов. Откуда у вас деньги? Каким способом они были заработаны? Идут ли постоянные доходы? Или у вас есть просто общая сумма? От многих факторов зависит работа юриста. По времени, только по времени. Поэтому иногда юрист говорит, так, хватит две с половиной на всю семью. Достаточно. И все. А, то есть он вот так вот оценивает, просто какие документы есть. Объем работы. Но сюда не входит работа по поиску недвижимости. Поиск недвижимости отдельно. Кстати, я хочу сказать, что в Испании большой плюс, на территории особенно Коста-Бланки, особенно, хочу отметить, потому что в многих регионах не так, за услуги агенту, который продает вам недвижимость, платит всегда продавец. Всегда платит, сто процентов платит продавец. И только, я знаю, на севере Испании и на юге Испании есть некоторые города, где платят за это и покупатель в том числе. В чем выгода? Когда клиент к нам приезжает и говорит, я хочу купить недвижимость в Испании, я говорю, смотрите, вот вы работаете с агентом, с нами, например, неважно с каким, с другим агентством, вы на сегодняшний день получаете бесплатного переводчика, человек, который знает территорию, юриста, мы делаем вам сделку, иногда оформляем ипотеку, и за все это нам заплатит ваш продавец. И эти деньги не входят в стоимость этой недвижимости. На самом деле, если вы придете к этому продавцу и скажете, сколько стоит твоя квартира, он скажет 100 тысяч. Придете ко мне и скажете, сколько стоит эта квартира, 100 тысяч. Все. Но у вас есть плюсов, куча плюсов, причем вы когда купили квартиру, вам же надо еще будет оформить свет, воду, коммунитет, налоговую, может быть там интернет и прочее, мы тоже это делаем. Мы тоже это делаем, комплектом, и это все бесплатно. Прямо какие-то чудеса. Чудеса, конечно. И поэтому есть плюсы большие работы с агентством. Я часто у нас на канале тоже вижу такие отзывы. А зачем нам агенты, мы можем сами все сделать? Пожалуйста. Только потом обычно мне звонят, пишут Александр, помогите вернуть деньги. Ну полезли самостоятельно, нашли испанца, который живет не в этом городе, где-то в другом месте, он взял резерв, а испанцы, скажем так, не совсем обязательные люди. Они честные, правдивые, ну они по времени всегда очень долго делают. Дали резерв, говорят через месяц, хорошо бумажку пришлем, забыли прислать. А если это агент и юрист, то тогда этого никогда не произойдет. А что такое резерв? Резерв? Резерв. Зарезервировать квартиру. У нас называется резерв, у вас это за даток наверное. Ну да да, аванс, за даток. Или аванс по разному, да. В разных странах по разному. У нас называется это резерв. Обеспечение платеж, ну и так далее. Да, да, да. То есть это разные такие истории, где... Я думаю, что в разных странах его статус разный просто. На территории Европы существует работать римское право. Как в России, в Испании, в Украине, везде. Основа это римское право. И система резервирования практически везде одинакова. Практически везде. Даешь резерв, ты обязываешься купить, он обязывается продать. Если не получилась сделка, кто-то из нас потеряет эту сумму или возвращает в данном размере. Это везде одинаково. Нет, в России не так. У нас не возвращает уже давно практика. Ну в законе у вас прописано это. Нет, то что вы говорите, это называется задаток. У нас, по крайней мере в Москве, от задатка отошли и перешли на форму аванса, когда можно забрать. Мы как раз недавно это обсуждали на канале. Спасибо вам большое. Я думаю, что всем, кому надо, задают вопросы. Спасибо. Спасибо.